Так, все там помнят, в чем у нас состояло это задание? Ну да. Ну ладно, хорошо. Ну я, собственно, задал традиционный Spring Boot-овский мейн. Он, по-моему, почти для всех одинаковый. То есть просто задал, что у меня скан идет по общему пакету. То есть у меня пакет как ru.maxim, Spring Boot, это где у меня содержится веб-логика. И веб-генератор это, собственно, товарищ Митропольского исходничка. Ну тот, который мы тогда писали. Ну да, то есть ваш код, он там кроулер, все дела. Ну создается контекст. У меня здесь два сервлета. Это input-сервлет, который мэпится на input, да, и генерейт-сервлет, который мэпится на генерейт. Ну я делал просто по картинке, как у вас там. Вот. Собственно, input занимается чем? Он просто принял... А, еще же это самое, HTML-ка. HTML-ка, собственно, вот, простая. Она содержит в себе формочку, которая отправляет по методу post на страницу generated. Она там содержит в себе текстовое поле по имени name, да, и числовое поле под названием, ну, и, собственно, все, ну и кнопку. Вот. Здесь эта штука принимается, да. Мы просто загружаем, грубо говоря, этот HTML-файл, да. Ну, то есть, собственно, запрос отправляется вот на этот сервлет, который генерейт, наверное. Да, конечно. Ну, то есть он просто подхватывает это все дело на input-сервлете. Вот. Мы просто отправляем страничку на input-сервлет. Вот. И, собственно, с HTML это все и происходит. То есть, вот. Ну, а генерейт сервлет, собственно, представляет получателя, он достоинств параметры name, да, то есть, ну, адрес сайта. И поле num, то есть уровень вложенности. Вот. И дальше уже просто мы вызываем метр, методы, которые надо, и оформляем это все в виде, то есть, засовываем все это в HTML. Ну, сейчас попробую продемонстрировать. Вот. Собственно, вот эта HTML, да, она... Вот про то, что текстовая боль, о которой я говорил. э-ээ... У меня нет этого адреса. Ну, в общем, тут сюда забить адрес, собственно, а здесь установить уровень вложенности. И в результате работы просто получится генерейт от HTML-файла, который будет содержать, ну, нужный нам markdown. Ну понятно, и он там в теги-пре, соответственно, выведется. Да, в теги-пре он, собственно, выведется. Ну, отлично. Так, ну что, господа, скажите, как прокомментируете дополнения, вопросы? Ну, я вообще просто библиотеку подключил вашу, которую вы писали, и все. Ну, точнее, библиотеку, это код ваш. Я вообще ничего не делал. А веб? А как же веб? Не, веб есть, да. Ну, я на спинге писал, потому что пытался. Нет, ну, в смысле на спинге? Ну, покажи уж тогда, что это значит, просто библиотеку. То есть, ну... Короче, без сервиса совсем. Нет, ну а кто отвечает на все-таки запросы-то тогда? Ну, спринг МВС. А, спринг МВС все-таки, ну так, показывай, а то я сейчас про него хотел рассказывать, может, ты тогда уже будешь с чего начать. Ну, наверное. Так, ладно, сейчас экран хочу. Ну, в общем, я создал тоже спрингбуд, где-то там у меня. Вот, в аппликейшн спрингбуд. Просто сканирует все компоненты, конфигурацию и включил еще настройку. Вот эта вот вещь подключает то, чтобы статические файлы, вот эти вот HTML-ки подключались на спринг МВС и подключает еще шаблонизатор G-Twig. Ну, я использовал его, потому что я его раньше когда-то пытался использовать, поэтому... Я просто знал, как его подключать по-быстренькому и подключил. Ну, да, да, да. Окей. Ну и, собственно, контроллер. Я особо не заморачивался. Принял параметры методом пост. А, сейчас. HTML-ку покажу. Ну, в общем, здесь написано много чего. Здесь две формы. Сейчас покажу. Видно, да? Да. Ну, вводим вложенность. Ну, да, допустим, три, потому что поменьше там будет. Мировое углавление. В общем, вот так вот выглядит моя HTML-ка. Я просто тоже на BoostRab'е по-быстренькому сделал. Так выглядит мой вывод. Так, что еще? А, ну я приопеделю метод toString, чтобы выводилось именно в том формате, в котором у вас было показано в ТЗ. Ну, не технических заданий, в задании, в общем. Метод toString кого? ToStringHeaderInfo. Я поставил здесь решеточку. TitleLure. Окей. Так, а что ты передаешь в этот вау-вью, в этот втвик? В жетвик что передаешь? Да-да-да. Ну, я передаю вот эти вот адрес папки и, как это называется, префикс и суффикс. Нет-нет, это в настройках. Я имею в виду уже самому шаблонизатору. То есть, что ты передаешь? А, я передаю туда URL, который у меня на сервере обработался. Потом передаю вот эту вот вложенность и передаю уже готовый обработанный массив, где он... Ну, то есть, я взял все хидеры, вот, в общем. А, то есть, собственно, хидер-инфо – это атрибут, который ты устанавливаешь и, соответственно... Да, я его обрабатываю в контроле, это, конечно, может, неправильно, но я просто писал за день. Я вчера не успел, потому что сети экзамены только вчера закрыл. А-а-а. Собственно, я сделал это за день, чтобы он накидал что-то. Нет, ну да, в принципе, да. То есть, туда просто отправляется список и... Я потом хожу по этому списку, заполняю его в новый список, вывожу, передаю список. А G-Twigs сам принимает этот список, ходит по нему и выводит табличку. Ну, да, 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 да. Прикольно. Все круто, все парадено. Ну, даже не знаю. Сейчас я просто буду примерно про это же самое рассказывать. Но, правда, не на примере Твига, а на примере этого того же фреймартера. Вот, ну, может, не знаю. Может, тебе уже будет в каком-то смысле. Это более понятно. Так. Так, ну ладно. Я, в общем-то, тогда буду отталкиваться от версии первого Макса. Вот. Ну, потому что, собственно, я от нее уже отталкивался. Ну, и потому что, собственно, сейчас... Чтобы сделать этот Spring MVC. Вот, потому что, может быть, так сразу не очень понятно, что это было и как это работает. Но, в общем, смотреть. Значит, собственно, про сервулеты и Spring MVC. Значит, ну, я не знаю. Про сервулеты мы вроде же говорили. Про сервулеты все более-менее поняли. Да, то есть это просто такие штуки, которые отвечают на шетевые запросы. А Spring MVC это такая, ну, несколько облегчающая работу с ними надстройка. Вот. Значит, в простейшем случае Spring MVC может вести себя практически так же, как сервулеты. То есть, если мы создаем вот этот контроллер, просто создаем класс контроллер. Ну, делаем, да, то же самое, что вот это было у сервулета. Просто вталкиваем сюда какие-то наши компоненты. Вот. И пишем метод. Если мы у метода принимаем как параметры те же самые HTTP request и HTTP response, которые мы делали у сервулета, то, собственно, этот наш метод будет фактически работать как сервулет. Вот у него есть request mapping. Надо написать, да, response body в знак того, что этот метод, собственно, и вернет нам ответ. И дальше мы используем тот же самый текст, который мы использовали, только в качестве, соответственно, ну, уже, как бы, будет не сервулет, а несколько такая более высоковая сущность в виде Spring MVC. Но, разумеется, этим все не ограничивается. И как там нам сейчас показывал второй макс, Spring MVC позволяет многие вещи упростить. Ну, да, вот, к примеру, мы можем вместо, то есть нам из этого request, да, нам нужно только вытаскивать параметры. Мы можем попросить Spring уже заранее вытащить нам эти параметры. И получаем как функцию уже не request и получаем только как параметры. А мы можем здесь написать вот ту же самую считрую аннотацию. Как она там называется? requestParam. requestParam, соответственно, ну что, у нас тут был параметр name, значит будет параметр name. И здесь пишем, что это будет наш string name. Первый параметр, соответственно, второй параметр. Это у нас now. Значит, соответственно, это можно уже написать. То есть, Spring MVC для нас любезно вытащит все эти самые параметры. Он там умеет много всяких хитрых способов вытаскивания параметров. Потому что если вы там откроете его документацию, благо она у него очень большая, он там умеет вытаскивать параметры не только из запроса, он умеет вытаскивать параметры из урлов. Вот, например, вы можете в пути указать параметр, и он этот параметр вытащит из пути. Ну, то есть... То есть, это получается по дед запросу. Да, 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 да. В случае дед запроса. Вот. Там у него там много всяких интересных вариантов. Ну, иногда это удобно, да, потому что иногда удобно, когда у нас параметры не идут не после знака вопроса, а такие человекочитаемые урлы. Вот. И, то есть, SpringCBT тоже это в полной мере поддерживает. Вот. Там лучше не нужно писать реквест, мы просто пишем респонс. Ну, в основном, респонс сейчас, как выяснится, писать тоже не нужно. Вот. Но, да, можно так. То есть, если вам не нужен весь реквест, вы можете вытащить из него все, что хотите. Если вы там нужны какие-то... Кроме параметров вам нужны какие-то еще там атрибуты, типа там каких-то заголовков запроса, там тоже есть какой-то реквест-хедер или какая-то такая аннотация, он вам вытащит соответствующий заголовок опроса. Радость в том, что он автоматически приведет к нужному типу. То есть, если вы там... Если вы читаете там строку, он автоматически приведет к строку. Если вы читаете целое число, он автоматически делает целое число. Он там... Вы можем учить читать всякие там даты, там какие-то сложные студии. Сейчас мы даже выясним, что мы можем учить читать просто классы. То есть, он это... Все эти запросы делают, все это обработки делают для вас. Он не упадет, если там же стоит int маленький, и он оттуда может перейти null, например. Или строка. Если пойдет строка, например, он выдаст ошибку bad request. То есть, ну как, упасть не упадет, он скажет, что вы поставили плохой запрос. Да, вы покажете ошибку. В смысле, куда поставили? Клиенту отправят ошибку, там, по-моему, код 400, что ли, bad request. В смысле, послать? Ну да, то есть у нас здесь было только приведение. А, ну да, собственно. То есть, если бы у нас вместо этого нам было что-то, что нельзя привести к int, то у нас здесь бы произошла бы ошибка 500. Но спринг, он уже более умный, и он, соответственно, все это сделает у себя, и вместо ошибки 500 выдаст ошибку 400. Ну, что вроде как более соответствует правде, потому что, типа, в данном случае не мы виноваты в том, что плохо обработали запрос, а клиент виноват в том, что послал плохой запрос. А response body что значит на конце? Response body означает, что этот метод контроллера формулирует ответ. То есть, что он сам запишет ответ. Потому что, на самом деле, это не задача контроллера писать ответ. Писать ответ – это задача view. Вот. Но аннотация response body означает, что этот контроллер не требует для себя view. То есть, по сути дела, он говорит, что никакой view ему не понадобится, он сам сделал всю работу. Вот. Собственно, вот эта работа, которая тут есть, и, собственно, это та работа, от которой нам хотелось бы как-нибудь избавиться. Да, значит, избавляться мы будем от нее при помощи шаблонизаторов. Да, вот, соответственно, Max показывал шаблонизатор JetWig. Я вам, по-моему, тоже, по-моему, до этого показывал, кстати, по-моему, аналогичный JetWig этот Pebble. Кстати, надо будет как-нибудь их сравнить, потому что у них язык шаблонизаторов примерно один и тот же. Вот. Но потом я вам показываю этот Freemarter. В общем-то, к Spring нет никакой проблемы прикручить любой шаблонизатор, но из коробки можно получить Freemarter. И радость в том, что Freemarter, Velocity и такие шаблонизаторы уже из коробки поддерживаются с этим Spring Boot. Если вы просто добавите себе сюда... Где-то у меня там это было... ...добавите сюда просто упоминание этого самого Freemarter, то он вам автоматически как бы его подключит и автоматически будет работать. Ну, правда, соответственно, ну, в смысле автоматически шаблон вам, конечно, придется написать. Есть соглашение, по которому шаблоны хранятся в папке Templates. Ну, что, в принципе, довольно логично. Так что если мы создадим какую-нибудь здесь территорию Templates, и создадим в ней... Нет, извините, неправильно написал. ...тем... ...правится. Вот, и создадим в ней какой-нибудь шаблон. Ну, соответственно... Ну, у меня, по-моему, там назывался contents. Ну, пусковой-то contents. ...файл ... 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 Разумеется, весь этот код лучше вводить в помощь шаблонизата. Ну, можем сейчас полюбоваться. Как-то надо было писать input. Там, короче, я видел ошибочку. Повыше. Ага, на нем, собственно, брат. А, да, действительно. Я не прав. Подумал, подумал. Опять оно чем-то пошло. На, типа, слышал, он не хочет это делать. Ну, в общем, короче, берем код этой страницы. И, собственно, делаем из него шаблон. Чтобы практически что-то не писать, берем. Вставляем. Ну, и, собственно, вместо этого у нас будет там какое-то шаблонное слово. Ну, соответственно, например, текст. Польше нам тут ничего вводить не надо, поэтому будем вводить здесь текст. Вот. Собственно, теперь у нас есть шаблон. Теперь весь вот этот код. Точнее, вот этот. Мы можем тут не писать. Ну, так, это я, с вашего позволения, использовать не буду. Я буду просто сразу отправлять на выход эту строку, которая текст. То есть, поскольку на самом деле я думаю, что вообще лучше эту логику все-таки перенести на уровень этого контент-генератора, а не вытаскивать, что он тут написал, и не фильтровать это заново. Просто просить контент-генератор, чтобы он выдавал только по зеленому уровню записки. Ну, в общем, суть в том, что все мы это отсюда убираем. Больше нам все это не надо. Теперь наш контроллер... А, стоп, это вообще не контроллер. Отбыл заправлять request. Ну, в общем, все то же самое только тут. Чем отсюда убираем. Теперь, соответственно, наш контроллер вместо того, чтобы рендерить текст вручную, он будет отправлять его в какой-то модели. Как отправить данные на модель? Там в Spring MVC существует очень много способов. Но, мне кажется, самый такой очевидный, это вернуть объект Model View. Здесь специальный объект Model View. Model End View, извините. Вот, в котором, собственно, вы можете передать название View, которое вы хотите использовать. На этом, собственно, будет Contents. И данные, которые вы хотите в него отправить. Значит, если вы хотите просто отправить текст, то надо как-то указать, что это... что это текст, имя тоже текста. Ну, это можно отправить, делать, как мы это уже, по-моему, когда-то делали, используя ассоциативный массив. Стринг.. Стринг.. Строг-клуб-object. put text.txt И, соответственно, сюда мы отдаем этот самый объект. Но мы это уже, по-моему, как-то делали, когда мы использовали тот же freemarter не через Springer вручную. Мы, собственно, тоже там создавали объект freemarter и передавали ему какой-то объект, который наполнял шаблон. Ну вот то же самое можно сделать и здесь. Значит, соответственно, response-body отсюда тебе нужно убрать, потому что теперь наш, собственно, generated возвращает новое значение. Ну и да, этот объект надо вернуть. Что-то я хочу забывать про взорный. Меньше надо писать на скале. Ну, соответственно, вот как-то так. То есть теперь ваш контроллер сам ничего не делает. Ну, в смысле, сам не занимается всякой низковорневой вещами типа чтения параметров и типа писания в стримы. Он просто, как бы, рулит всем. Он говорит, вот, я получу такие-таки параметры, с ним делаю вот это, 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 а потом вот этот шаблон отрендерит вот такие-таки данные. Ну, вот как-то так. Ну, соответственно, поехали. Кстати, Макс, я честно, я не понял, зачем ты сделал этот серволет input, потому что, а, ну это, правда, уже, по-моему, немножко модифицированная версия, потому что, в принципе, весь содержимый этого статика можно получить, как бы, просто с ним обратившись, input html, и все будет хорошо. Чуча. Ну, зачем делать сервлет, который возвращает статический ресурс, когда можно просто попросить сервера, он статический ресурс, и он это умеет из коробки. Ты обращаешься к input html, и получаешь свой статический ресурс. А, окей. То есть, как бы, этот сервлет, input-сервлет, в принципе, не нужен. Ну, за исключением случаев, если ты просто хочешь, с помощью по уровню input обращался, ну, да. Ну, да. Тогда, конечно, да, но, в общем, как-то так. Ну, поехали. Ну, в общем, короче говоря, можно отправить этому самому view вот этот объект, ну, в смысле, отправить, вернуть этому spring mbc в этот объект module.antview, и, соответственно, view отрендерит, то есть view с именем contents отрендерит вот эти самые даты. В принципе, это не единственный способ это сделать. Можно... Вообще, то есть, у него там хитрая система. У него этот module, как бы, он неявный присутствует при вызове любого метода. И этот неявный module вы можете получить. Можете написать здесь module. Model. И, соответственно, он вам вернет этот самый module. И с тем же успехом, да, как мы сделали этот boot, мы можем положить этот текст как атрибут модула. Ну, собственно, по-моему, как раз я так поглядел, вот Макс, который со spring mbc это делал, собственно, так и сделал. Добавил атрибут, вот, можем какой-то атрибут, типа текст, здесь написать, собственно, текст. И в этом случае мы можем, например, просто возвращать не модулы view объекта, а можем возвращать имя view, которое мы хотим использовать. То есть, если мы хотим использовать имя view contents, то можем вернуть его. Это не скала. Да, это не скала, я об этом все время забываю. Хотя, вообще, это сейчас, по-моему, модно, это во многих языках программирования теперь так практикуется, что последняя набранная операция есть, ну, в смысле, последняя набранная как-то expression есть и возвращаемое значение. Вот, то есть, все то же самое, только через... То есть, грубо говоря, обнайденную view по contents он подставит эту модель? Да, нет, ну, то есть, модель у него есть, то есть, здесь мы создавали свою модель, просто из этого объекта, а тут он использует модель, которая сейчас находится в контексте. Соответственно, эту модель обрабатывает и контроллер, и, соответственно, эта же модель поступит во view. А здесь мы должны просто вернуть имя view. Вот, в принципе, можно и имя view не возвращать, есть там какие-то хитрые правила, из которых он может это имя view вытащить, например, из пути запроса. Поэтому, собственно, способов вернуть вот этот самый модуль view довольно много. Вот, ну, вот, например, такой. На самом деле, вот этот способ, когда просто вернулся объект в модуль view, мне нравится больше всего, потому что он какой-то наиболее очевидный, наиболее понятный, что мы куда возвращаем, что куда передаем. А как мне не скажешь, откуда, что откуда? А вот, когда мы пишем здесь модуль, ну, вот, как-то не совсем понятно, что имеется в виду, и вообще, как это так, и что за ерунда. Вот, собственно, это первая часть, которая полезного, интересного он делает. Значит, соответственно, что дальше? Дальше можно вытаскивать из, то есть, как параметра, не только request-парамы, а можно вот этот самый объект, который она посылает, это наша input-форма, да, вот это input-форма, рассматривать как целый объект. То есть, по сути, это какие-то данные нашего запроса. Да? Поэтому мы можем эти данные, ну, то есть, соединить в некоторый класс. То есть, вот эти наши поля можно сделать полями класса, а содержимая форма как бы сделать отдельным, а структуру формы сделать отдельным классом. То есть, можем создать здесь какой-то класс, да, Java-класс, например, contents. Добавить к нему эти наши поля, какие у нас там были. String name. И, что там было ещё? Int now, да? Да, нам придётся, по-моему, добавить всякие геттеро-эсеттеры. Или, по крайней мере, А, ну да, наверное, геттеро-эсеттеры, чтобы спорник WC мог его распознавать. И мы можем, как параметры, принимать не отдельные атрибуты, а брать, как бы, всё целиком. И, соответственно, тогда вот этот, вот эти все данные, которые мы здесь заполнили, которые мы отправим нашему контроллеру, Spring MVC автоматически сконвертирует в вот этот contents form и сделает из него модель. Собственно, поэтому эта штука называется этот model-attribute, поэтому всё можем сюда убрать и сделать, соответственно, здесь аннотацию model-attribute и использует здесь наш этот contents form. Вот он его таким образом автоматически заполнит, ну и дальше мы можем с ним что-нибудь интересное делать. Ну, как бы теперь этот contents form будет находиться внутри нашей, то есть все наши данные будут находиться внутри этого объекта form, так что теперь мы можем здесь вытащить из него форм, там name, ну, если у нас там было ещё нам где-нибудь, мы его ещё нам вытащили. Это очень удобно, когда у нас не два параметра, например, много. Когда наш объект реализуется большим количеством характеристик, очень удобно сразу его засовывать вот как бы сюда. Ну, ладно, давай использовать этот старт-подход. Да, то есть, по сути дела, мы просто сейчас все наши параметры засунули внутрь объекта, то есть Spring MVC автоматически все наши передаваемые параметры почитал и повратил их вот в этот самый объект. Очень удобно это делать, когда у нас там какие-то большие сущности базы данных, какие-нибудь там куча объектов, типа там клиенты, какие-то там аккаунты, там операции, счета. Кажется, характеризуются свои формы и вот Spring MVC автоматически конвертирует их в сущности вашей предметной области. То есть, таким образом, вы теперь больше не конвертируете эти объекты из формы ручками, а он их автоматически сюда подставляет. Вот. Но самая главная радость наступает тогда, когда Spring предоставляет нам еще возможность проводить автоматическую валидацию этих форм. Да, как вы понимаете, на форме есть какие-то ограничения, да, например, что там, ну в нашем случае, да, например, наш name должен быть URL. Согласны со мной? Да? Ну да. Вот. И есть специальный, где-то у меня там даже, по-моему, была на него ссылочка, есть специальный GSR, в котором есть типа описание разного рода способов валидации. И если мы напишем вот эти специальные аннотации из этого стандарта, но URL, правда, не является частью этого стандарта, но у него есть типа расширение этого стандарта, в котором есть URL. Вот. Ну вот, например, можно поставить эту аннотацию URL сюда. Ну вот. И, соответственно, можем поставить еще аннотации, типа, что наш name должен быть больше-меньше. Значит, собственно, так это сделали, и теперь Spring может автоматически провести еще и валидацию всех этих полей. Для этого нам нужно здесь добавить атрибут valid. И тогда эта штука сможет для нас еще и проверить содержимое вот этого самого content-form, и соответствует тем самым ограничениям, которые мы сделали. Значит, если мы хотим увидеть результат валидации, мы должны в следующем способе написать еще один параметр, называется binding results. Вот. И у этого binding results можно выяснить. Дело там results. Были ли даже какие-то ошибки. Вот. Здесь даже, собственно, типа, get all errors. Он нам покажет, естественно, все ошибки в валидации. Вообще, в валидация, в данном случае мы производили ее просто средствами этих самых аннотаций, но вы можете для класса вписать и свои валидаторы, которые там проверяют, там, что ладим не занят, или, там, кучу из этих своих цифров в валидации вы можете сделать, поэтому... То есть Spring в этом все расширяем, и не только вот этими аннотациями можно проводить в валидацию. Ну, вот эта штука мне Spring очень не нравится. В самом смысле Spring с Spring виси, что, типа, следующий параметр сообщает нам о том, что вообще происходило с предыдущим параметром. Ну, как-то это, как-то это коря выглядит, но, тем не менее, вот такая вот его философия, так вот это работает. Значит, что есть дальше интересно? Да, очень интересно то, что Spring, в принципе, позволяет заодно уж и показывать пользователю в удобном виде содержимое этих ошибок. Вот. Значит, дальше интереснее. Дальше мы можем, собственно, взять вот этот наш input, да, у нас был вот этот input, и превратить его тоже в шаблон. И если у нас произошла ошибка, да, вот при заполнении вот этой самой формы, да, вот тут, например, мы ввели не URL, а что-то там другое, то Spring виси, используя вот этот самый шаблон, выведет не только ошибочные значения обратно пользователю, но еще заодно и, соответственно, выведет сообщение об ошибках для них. Для этого, соответственно, мы берем вот этот input и немножко мы переначиваем. Ну, не знаю, мне писать сейчас лень, но я просто немножко обновлюсь по ветке. Да, вот, собственно, теперь у меня этот input, у меня есть папка статик, переехал в папку темплейтс, и теперь он, собственно, представляет собой шаблон. То есть не просто HTML-страничка, а это файлик, который тоже можно использовать как для рендеринга. И тут вместо вот того самого простых этих input, которые было, я использую такую специальную тег, как Spring Form Input. Это, короче, управляет для вот этого самого фреймаркера специальный макрос, который вытаскивает данные из объекта contents form, соответственно, name, и он сгенерирует после него имя. Вот, для нам, соответственно, используется такой же макрос, он берет поле нам объекта contents form, ну и, соответственно, в качестве импута генерирует input типа number. Вот, в принципе, там, ну, по крайней мере в... А, нет, сегодня денег не хочется сделать. Ну, короче говоря, если открыть вот этот самый файлик, то можно найти все эти объявления всех этих макросов и автоматически с ними посмотреть. Вообще, там есть документация на эту тему. Где-то у меня там даже упоминалось. Да, вот. Там есть много всех этих интересных макросов для шубонизаторов, которые упрощают эту самую жизнь. Вот. Месседж, форм, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Но, по сути дела, это просто макросы, которые в себе сгенерируют input с какими-то дополнительными атрибутами. И есть еще один парень со всем макросов, это скорее переменная. Переменная статус, которая может вывести сообщение об ошибке. Если мы сделаем такую штуку, то, соответственно, выводя каждый атрибут формы, он, если найдет какие-то ошибки, переменный статус происходит эти сообщения об ошибках. И если мы дальше просто тоже встроенной фичой нашего шубонизатора выведем все эти ошибки, то, соответственно, они просто выведутся и покажутся. Значит, контроллер у нас теперь, соответственно, будет вести себя так. То есть, если у нас возникли какие-то ошибки, то, соответственно, мы создаем модул view input, то есть мы для рендеринга будем использовать шаблон input. И, соответственно, передадим в него вот эту нашу ошибочную модель. Ошибочная модель как бы она состоит из вот этого атрибута contents form полученного с ошибками. Соответственно, все данные, которые удалось считать, они пойдут в соответствующие поля, а все ошибки выведутся под ними вот в таком вот самом виде. А вот такой вопрос. Зачем мы написали, где вложенности нам врача? Где? Здесь. Да. Но если ты вспомнишь свой этот input html, да, вот он тут, если видно, вот тут. У него есть type number. А, понятно. Вот тип задали. Да, чтобы этот тип number сюда попал, мы написали, собственно, вот этот тип, третий параметр этого адреса. А в случае с адресом не обязательно точнее? А, ну там по суку тип по умолчанию. А, то есть в Steam тип по умолчанию? По умолчанию, но можно писать текст как бы. А, да, еще один тонкий момент, который я тут что-то не сказал. Значит, если мы теперь хотим, чтобы по URL input у нас создавался, использовался этот самый шаблон, мы просто создаем специальный хендер, который, ну, у меня он, правда, висит вообще на все запросы. Вот, который в случае, если это не запрос на generated, он возвращает страницу, полученную путем рендеринга шаблона input с параметром contents for. Да? Понятно, что здесь написано? Нет, что-то я его не уловил. А, мы просто переводим на input. Да, то есть все запросы на все URL кроме generated мы переводим на шаблон input и передаем этому шаблону модель с пустой формой. А если бы мы не писали этого, просто обращались по input, то ничего? Ну, у нас теперь это не статический ресурс, теперь это у нас... Ну, то есть теперь, чтобы отрендерить этот шаблон, нам нужна модель. А, то есть в таком... Если мы не передадим контент с формой, то, когда он дойдет до этой срочки, он скажет, а где? Вот, поэтому мы должны как-то что-то туда отдать. Ну, вот как бы это один из способов это сделать. Окей. Вот как-то так. Так, я теперь запустил его. Теперь по-любому обращаемся. Пишем здесь какую-нибудь импрокадавру. Говорим отправить. Вот теперь он нам вывел еще сообщение об ошибках. То есть он нам сказал, что этот, скажем, вот. То есть, собственно, мы отправились на generated, и generated вместо того, чтобы вывести нам наш шаблон contents, перенаправил наш наш шаблон input и передал туда вот такие-таки сообщения об ошибках. Вот, собственно, теперь это у нас в валидации. Поэтому Spring MVC очень удобно для написания всяких таких интерпрайзных фич, где у вас там куча форм, где вы там вводите кучу данных там, о всяких клиентах, машинах, аккаунтах. Почему мы перемотились на generated? Ну, потому что мы отправили запрос на generated. Наша исходная форма, да, она отправляет запрос на generated. Вот, generated его здесь получает. Вот он вот здесь получил. Но при попытке сделать валидную форму, он не смог. А, и типа мы вернули модель это самое. И он говорит, окей, я, конечно, generated, но рендерить тебе будет input. Вот. Собственно, в этом вся я радость, что наш generated может в зависимости от какой-то логики использовать разные вьюшки. Произошла ошибка, он сделал вьюшку такую. Но, в принципе, он там мог сделать и redirect, то есть можно было бы сделать... Можно было бы... Ну, в принципе, можете попробовать... Попробовать, попробовать сделать... Не, не возвращать модель. Модель у нас как будто тут и так есть. А вот теперь вот, например, return. А, что-то я, правда, знаю, что будет с моделью пространить. Не факт, что это будет работать. А, давай попробуем. Не, не получится. Придется тебе обжиг возвращать. Так как он скомпилится, там уже у него модели-то не будет. Вот, хороший вопрос. Может быть, он такой умный, что таки сможет ее... Можно как-нибудь модель, типа, по аналогии со спрингом, то есть без инициализации, так, чтобы спринг как-нибудь сам об этом догадывался? В смысле модель без инициализации? Ну, то есть это инициализация, которая, в общем, вся идеология спринга на этом стоит. Ну, а какой модель сейчас не догадывается сам? Ну, то есть вот, когда мы редиректим, то, собственно, мы, грубо говоря, инициализируем, да? А может как-нибудь без этого? Нельзя никак, нет? А, в смысле здесь ее не... Не, ну, можно здесь просто проверить, типа, если эта модель там есть. Типа if model Что-нибудь там Есть, интересно, где это требует? RHS-атрибут А, contains-атрибут есть. Какой там, contents form То, как будет делать? Но, не факт, что это будет работать, потому что, возможно, он все-таки не сможет передать модель в редирект. Я что-то не уверен, что это так легко заработает. То есть, если бы это было бы в сессии, то, наверное, это бы хорошо бы работало. А так, не факт. Ну, поехали. Ну, да. То есть, модель, короче, не пережила. В общем, если бы вы использовали, если бы эта наша модель была бы в сессии, то это бы сработало. Ну, соответственно, в этом случае нам придется довольствоваться, что у нас в URL будет генерейт. Но, как бы, я думаю, что это не самое страшное, что было в жизни. Понятно, да, с рендерингом ошибок? Ну, в принципе, на самом деле, конечно, там еще очень много чего он умеет. Но вот это как бы его основной такой юзкейс, что вот он получает модели и разным способом. А кроме как эта самая строка вернуть или директ никак нельзя перейти с одного, ну, не с сервилета, скорее, а как-нибудь с одного контроля на другой. Нет, ну, в принципе, можно вызвать, например, другой контроль, как бы, чем проблема. Ну, не, не так, как-нибудь покруче. Ну, тут, как бы, посмотреть, чего хотеть. Ну, нет, я не знаю, как вот простого способа взять и вызвать как-то по-умному этот метод так, чтобы там все автоматически прибиндилось. Ну, может быть, он есть, может быть, есть там какая-то хитрая команда, которая позволяет это сделать, не знаю, честно. Вот, но обычно это не нужно, потому что если мы обрабатываем URL, то каким-то способом мы должны его обработать, например, зарегистрировать или что-то такое сделать. Вот, поэтому, как бы, не знаю, зачем это может понадобиться. Ну, вот, неплохо было, по-моему. Ну, вот, да. Не знаю, например, просто в коде перейти там, грубо говоря, выполнил и перейти на другой. Ну, в смысле выполнил перейти на другой, ну, если ты выяснил, что выполнил, ну, верни пользователю следующий шаг. Как бы. Как бы. Если там вы хотите хитрую логику строить между этими вьюшками, там у Spring есть специальный фрамворк под названием Spring Web Flow. Вот. Как-то так. Вот. Возможно, да, как раз в этом речь. Но это уже все-таки такая более скромная концепция. Пока вот просто, что мы можем формочки наши описывать, то есть мы можем наши формочки описывать объектами и проводить автоматическую валидацию и, соответственно, сообщать клиенту о том, что вот эти ошибки произошли. И это, пожалуй, такой наиболее попсовый use case для Spring MVC. То есть пользователь вводит какие-то данные, и вот они в виде целого объекта отправляются к контроллеру, и контроллер с ним в виде целого объекта работает. В виде целого объекта проводит валидацию, в виде целого объекта что-то делает, в виде целого объекта там записывает базу данных. Особенно хорошо, если мы используем какой-нибудь URIM, это еще и сущности нашего ORM, то есть мы можем просто взять объект получить, провести валидацию и тут же засунуть в базу данных вообще ни о чем не думая одной функцией. И, в общем-то, это как бы сильно радует. Что используем? URIM или что? URIM, ну тут же Cybernate, GPA, там все дела. Я вам там немножко показывал страшные аннотации, которые позволяют классы писать в базу данных. Ну вот, если мы этому контенту... Кстати, концепция пинов вот как раз для... Ну, здесь она как нельзя лучше подходит. Да, то есть если мы вот этому контенту форм еще добавим парочку аннотаций, чтобы это был объект, пишущийся в базу данных, то мы, строго говоря, можем получить объект с формочки и сразу записать его в базу данных. Ну, как бы там, с валидацией предварительной при помощи каких-то там средних компонентов. И, то есть, в итоге, у вас код получается довольно простой. Но, не знаю, мне кажется, что... Люблю Spring, а Spring MVC не люблю. Вот за вот это вот. Ну, не знаю, выглядит это как-то очень стрёмно, по-моему. И понять логику, что он на самом деле по этому делает, мне кажется, за раз не удается. Так... А вы обычная сервера делаете? Ну, как? Чего? Вот тот проект, который сейчас мы пишем, да, вот этот? Он у меня вообще на голом этом... Да, это MS Labs, короче. MJ. Что такое MJ? Модульный журнал. Модульный журнал, он там вообще на очень высокого уровня фирмворке VA1. Нет, правильно, VA1. Это же финская разработка. Вот. Там вообще никаких сервлетов. Там просто пишешь формочки, как на Qt, а он рендерит всё это в JavaScript, HTML и автоматически там... То есть, ты там даже не знаешь, где у тебя идёт обращение к серверу, а где его нет, поэтому это не то. Вот. Тоже проект, который я до этого занимался, у нас там использовался Spring MVC, но он там использовался исключительно для того, чтобы обрабатывать эти Ajax-овские запросы. Причём там тоже таким... Настройком над этим Spring MVC он там просто обрабатывает Ajax-овские запросы. Вот. То есть, он не используется вообще никаких Vue, потому что Vue всё на клиенте. Потому что за всё Vue отличается JavaScript. Понятная идея? Угу. Так, ну чё, хотите слушать ещё про то же самое только с Ajax-ом? Да, чё бы нет. Ну, на самом деле идея довольно проста. Чтобы как всё это сделать, чтобы всё это сделать Ajax, на самом деле нам надо немного. Нам нужно... Да, где-то у меня тут был этот код. Ну, нам, короче, надо подключить jQuery, собственно, и написать JavaScript. Тут, по-моему, даже у меня ничего особо... А, нет, стоп, тут у меня ещё поменялось. Ну, пока на этом уровне можно считать, что у нас ничего пока даже не поменялось. Вот. Берём этот Inputs. И где-то его тут... Да, кстати, тут вообще надо ещё скрывающие стыдь поставить. По-хорошему-то. Вот. И, собственно, добавить вот этот самый файлик serve.js. Так, нет, static. Вот. А тут, собственно, начнётся всякая хитрая адская магия. Стоит она в использовании jQuery, если помните такую прекрасную штуку. Значит, теперь наша задача. Мы берём эту нашу форму. У нас, вот помните, этот самый метод. У нас кнопочка submit. И теперь мы делаем что? Теперь мы перехватываем вызов этой самой формочки submit при помощи всякой хитрой магии. Что там? Документ. Ready. Я не помню, что она там принимает. Значит, теперь мы берём, собственно, находим нашу форму. Находим её по идишнику. Помните, да, что если мы хотим найти объект по идишнику, мы пишем такой хитрый селектор. Вот, собственно, форм. Мы хотим получить ту самую форму. У него сделаем её id form. И получим её по идишнику. Вот, теперь он следит форму. Теперь мы можем получить её по идишнику, соответственно, запрос такой, решёточку форм. Это мы получили форму. И теперь мы пишем, что вместо submit у этой формы будет следующая функция. Ну, точнее говоря, обработчик события он submit. Да, то есть какое-то там событие он принимает. И дальше вот он обрабатывает. Значит, и теперь, то есть мы говорим, что мы будем, какой-то пользователь нажмёт отправить, мы начнём нашу хитрую тусовку с обработкой события submit. Мы сделаем ajax-запрос. Точнее говоря, сначала мы вытащим данные. Вытаскиваются они тут хитрым способом. Просто вытаскиваем данные из формы. Вытащите данные из формы. Собственно. Это, короче, мы, поскольку мы сейчас находимся в форме, тут this — это форма, serialize array, и мы получаем все данные нашей формы там, соответственно, в каком-то там сериализованном виде. А вот такой вопрос. Я не очень знаком с JavaScript. Документы — это вообще как бы весь HTML или как? Да, документы — это наша страница, но на самом деле документы нам тут надо только то, что как только документ загрузится, то есть вызовется событие ready, у нас вызовется наш callback, наша вот эта функция обработчика. То есть поскольку мы будем вешать наши другие обработчики, нам нужно, чтобы документ как бы уже к этому времени отрендерился, чтобы форма ID уже была создана к этому моменту. Поэтому мы как бы к моменту, когда создана, вызываем форму, вызываем обработчик. Обработчик наш находит объект формы и вешает на обработчик метода submit следующий listener. listener. listener получает этот самый постарей. Ну ладно, не буду я все это писать, не могу. Собственно, писал я это вот тут вот. Значит, вот мы получили эти самые данные, и вот мы отправили нашему даже вот так вот. То есть вот мы получили эти наши данные, и вот мы отправили на форм.url какой-то запрос, аджаксовский запрос, в котором мы положили все эти данные, и вот этим образом наш контроллер получит все эти наши данные в виде, как бы, ну в том виде, в котором он обычно получал пост, запрос и собственно данные. То есть он в общем-то даже сейчас не подозревает, потому что это запрос, с ним что-то не так. А вот он в случае форму URL будет generated, правильно? Да, в форму URL он просто взял экшен нашей формы. Экшен нашей формы это generated. Мясно, правда, он звелся generated.js, но не суть. Отправили синхронный запрос на сервер, и дальше как-то его там будем обрабатывать. Ну и чтобы дальше к загрузке формы не произошло, мы типа prevent default, то есть наш обработчик обрабатывает события, он submit, и дальше никому обрабатывать ничего не дает. Вот, то есть мы таким образом мы заменили обработку вот этой нашей формы на отправку от JAX запроса. А, то есть мы на submit тоже еще внутри и ready поставили listener? Ну, да. Собственно, по сути дела мы это и сделали. Мы на submit поставили listener. Ну, на submit всей формы, да. Поставили listener. Окей. Значит, собственно, дальше что мы хотим. Дальше мы хотим, что... Ну, в случае ошибки там ничего интересного, это как бы ошибка... Ну, по-моему, просто в консоль напишет нам ошибку, чтобы мы ее узнали. Если все удалось, то есть два варианта. Соответственно, первый вариант, что нам пришло сообщение о неправильно заполненной форме, и второй вариант, что нам пришло сообщение нашего самого текста. Понятная идея? Вот. Соответственно, это два наших успешных варианта. Ну и, соответственно, нам нужно выяснить, какой из них с нами случился. Значит, ну это можно пока отсюда убрать. Это пока не важно. Вот. В случае, если у нас все хорошо, да, то есть в форме оказался текст, то мы просто находим объект с айдишником contents и устанавливаем его текст data. Значит, если у нас произошла какая-то ошибка, то у нас вместо текста, то есть вместо вот этого простого поля текста будет какой-то более сложный объект. На самом деле там будет массив всех этих ошибок, но мы берем, собственно, берем этот массив ошибок и проходимся по нему. И каждому находим соответствующие поля для сообщения об ошибке, устанавливаем этим полям сообщения об ошибке вот такие сети. Мы сейчас в файле уже в какой момент будет вообще работать? Ну, он когда получится ответ от сервера. А, то есть уже на генерателе. То есть, ну, либо на генерателе, либо получили сообщение о том, что у нас наша форма невалидная. То есть сервер наш, типа, сказал, что форма невалидная, надо что-то с этим делать. А contents это у нас где лежит? А contents пока нигде не лежит, надо его сделать. На самом деле contents это просто мы сделаем какой-то там специальный дифф, в котором будет храниться, в котором мы выведем наш текст, наше оглавление. Да, собственно, где тоже записано, да. Но, соответственно, вот эти поля с ошибками, это просто тоже соответствующие спаны просто каждого нашего этого самого поля. Ну, в принципе, можем отсюда это так скрипипастить. Невазбранно. Ну, то есть у нас теперь, у нас вместо этого списка теперь появилось просто поле, в которое jQuery сможет записать какие-то ошибки. Ну и, соответственно, появилось специальное поле, в котором мы записываем наш контент, если он у нас нашелся. Понятная идея? Только бы еще один раз на сервис глянуть. А, то есть у нас в LSE просто успешная работа записана, да? Да, да, да. Если у нас нет никакой ошибки, то да, LSE записана успешная работа. Чего у нас теперь изменится в нашем контроллере? Наш контроллер больше не занимается Model View. Он, если у него произошли ошибки, он просто сообщает, возвращает этот самый набор ошибок. Бегом никакого Model View, просто бегом Build Results и говорим Get All Of Us. Что-то так, наверное. Вот. Соответственно, если у нас все пошло хорошо, то мы тоже, нам Model View больше не нужно, нам просто нужно вернуть текст. Ну, собственно, можем вернуть в виде ассоциативного массива, в котором Data. Соответственно, вот. Теперь как бы все, что у нас изменилось, мы не возвращаем Model View, мы возвращаем просто какие-то объекты. Ну, поехали, попробуем. Будем надеяться, что ничего я не забыл. Ну, теперь пишем здесь какой-нибудь Consulandum, уже надо отправить. Чего произошло. Все, что-то сломался. Ну, у нас, тип, вайдастся не прошло. У нас же от единицы до трех. Нет, но он нам должен был об этом сообщить. А, ну понятно. Он теперь хочет, поскольку мы ему не вернули, мне написали, что мы таки сделали response body, он нам говорит, что, а где моя, где моя view? Он может найти view. Во. Ну, теперь он, без призагрузки страницы, нам, Джаксон, получил сообщение. Да, обратите внимание, вот, если мы посмотрим, что-то происходило по нетверку, то Spring автоматически, там какие-то сложные объекты, объекты. И вот он автоматически все эти сложные объекты превратил в Джессон. То есть, вот в такую штуку. Ну, и разбираясь эту штуку, мы можем тут заметить, так что в поле field находится наше имя, а в поле default message находится сообщение об ошибке. Ну, и, соответственно, вот мы берем и в нашей serve из поля field вытаскиваем название поля, а из поля сообщения об ошибке, собственно, вытаскиваем текст ошибки. И, соответственно, записываем его в соответствующие поля нашего input. Да, то есть, сюда запишем сообщение об ошибке name, сюда запишем сообщение об ошибке нам, ну, и, как бы, вот как-то так. А, соответственно, если нет никакой ошибки, если нет никакой ошибки, если нет никакой ошибки, если нет никакой ошибки, да, то вот, как бы, мы получили результат. Мы просто получили сообщение текста, вот он и всегда вывелся. У меня там, правда, есть еще несколько рюшечек, если вы там, простите внимание, у меня там есть... Ну, нет, тут вроде никаких рюшечек нет. У меня есть, соответственно, у меня кнопка button, у меня становится disabled и превращается в кнопку загрузка, пока у меня не ответит сервер ничего. А как только сервер что-то ответил, у меня эта кнопка, типа, становится enabled и превращается опять в отправить. Ну, что несколько упрощает диалог. Потому что, если мы сюда опять пишем, то у нас будет выглядеть немножко более красиво. Если добавим вот эти штуки сюда, то есть такой loading. то есть тут у нас... вот она там немножко промелькнула, да? А если у нас будет большой CTP-запрос сложный, то вот видите, я обратил кнопку загрузка и типа вот все грузится. ну вот у тебя опять стало нормально. Это уже такие серьезные интерактивные приложения можно делать. Ну вот, когда по AngularJS ну вот это просто настройка, которая вот это упрощает. Здесь мы сейчас все это делали вот так вот как бы ручками, практически. AngularJS все вот... Ну этот сайт, по-моему, там примерно... Да, там на MPP. А? Ну там, собственно, это просто функция в HTML, собственно, можно прямо писать, то есть ng-клик и типа... Ну, да-да-да-да-да-да-да-да, и как бы это все там заризовывается в какие-то данные, которые будут загружаться из сервера. Ну вот на уровне такого jQuery это работает вот так. AngularJS, по-моему, PowerJQuery тоже сделан, поэтому, собственно, идея тебе примерно такая же. Теперь, собственно, контекст у нас вообще не нужен. У нас теперь одностраничное веб-приложение, которое просто отправляет серверу запросы и он просто Unjection отвечает, и, как вы можете заметить, Spring MVC это делает довольно удобно. То есть, пишите response body, возвращаете объекты, и он автоматически их превращает на JSON. то есть, он такой умный, догадливый. А мы там, как бы, перешли, грубо говоря, с импута, да, на Generate? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. В том-то и дело, что мы никуда не перешли. Мы, как вы заметите, остались там, где были. Но у нас, то есть, как обычно происходит загрузка страницы? Мы нажали, там, какую-то кнопочку, да, там, нажали на какую-нибудь ссылку, ну, нет, это плохой пример. Ну, ладно. Как у нас здесь было, да? Мы нажали кнопку Submit, у меня сервер, браузер, начал запрашивать здесь новый URL, передавая в него какие-то данные. То есть, здесь он меняет страницу на новую, которую он получит от сервера в рамках ответа на тот URL, который мы спросили в форме. А здесь мы не даем это сделать. Мы перехватили момент сабмита этой кнопки и сказали, не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты ничего никуда, на какую-нибудь страничку ты не переходишь. Ты просто отправляешь серверу где-то там фоном, асинхронно, запрос. Тот, который хотел отправить. Вот этот. Здесь у нас будет наш generated, вот он у нас будет здесь. И он там где-то фоном будет висеть, отправляться на сервер. И как только он ответит, у нас вот вызовется наш рабочий success и все станет на свои места. Поэтому у нас вместо нашего вот этой запроса у нас на страничку generated переходит вот эта функция Ajax. Собственно, Ajax для этого и нужен, чтобы переходить на странички не переходя на странички. Как-то так. Не, ну это классно. Ну, да, собственно, вообще сейчас, по-моему, такие странички вот с перезагрузкой пишут, ну, нет, ну пишут, конечно, особенно если у вас там какой-то там сайт информационный, не интерактивный, а просто там информацию какую-то выкладывать. значит, конечно, вам все это динамическая подгрузка нафиг не нужна. Вот. Но если вы там пишите какое-то интерактивное положение, пользователь, то, конечно, ну вот тоже, да, ВКонтакте, ну вот, он тут нигде не переходит на странички, он на самом деле загружает все эти странички от Jackson, а потом просто меняет вам URL тоже там JavaScript. И вам кажется, что вы переходите на странички, а на самом деле вы никуда не переходите и все время остаетесь на страничке, на которой были. Такие дела. Вот как-то так. Ну, собственно, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, что не взорвало мозг и что вы не очень утомились теми штуками, которые у меня не получались. Надо сейчас разобраться, что же там на самом деле был за косяк такой. Как-то так. Ну, можете, не знаю, поупражняться и починить, например, такую историю. Вот, что будет, если я здесь напишу какой-то неправильный лол. Ну, вот что будет. На самом деле ничего не происходит. Напишу здесь, то есть пишу URL, то есть валидацию такой URL пройдет. такой запрос пройдет. Нет. Такой не пройдет. Такой пройдет. Такой пройдет. А ответа я не получу никогда. Ну, вот можно как-нибудь добраться с этой ситуацией и можете поупражняться, починить. Как-то так. и, так. Продолжение следует...